Как проверить работу вентилятора на низких скоростях и на высоких скоростях? Смотрим наш блок предохранителя и реле, расположенный в моторном отсеке. Здесь у нас релюшка отвечает за высокие скорости вентилятора. Здесь релюшка отвечает за низкие скорости вентилятора. Сначала проверим работу вентилятора на малой скорости. Там у нас вот вентилятор. Что для этого понадобится? Достаем релюшку и смотрим, что у нас там имеется. Если смотреть схему подключения, то у нас замыкает 87-й и 30-е контакты цепи. Релешка я достал. Сейчас замкнем напрямую цепь и посмотрим. Видим, что вентилятор у нас. Я сейчас достану. У нас становится. Замыкаем опять. Он включается. Вот так вот мы замыкаем цепь. Так, на малых скоростях он работает. Релюшку ставим на место. И смотрим реле на высоких скоростях. Смотрим систему контактов. У нас за замыкание цепи отвечает 30-й и 87-й. Смотрим на обратной стороне, к чему у нас относится 30-й и 87-й. То есть у нас вот этих вот два контакта, если их переворачивать, то получается вот этот нужно замкнуть и этот напрямую. Вставляем провод в наши контакты и замыкаем цепь. Вот у нас вентилятор работает на высоких скоростях. Сейчас я достану. И опять включаю. Это мы проверили реле, которое отвечает за работу высоких скоростей вентилятора. Здесь у нас предохранитель. Предохранитель у нас работает, отвечает за работу вентилятора охлаждения радиатора. Он у нас 30-ти амперный. Если что, можно купить такой наборчик. Предохранитель. Как раз нижний ряд. Это наши 30-ти амперные. Ну, так как у нас цепь замыкается, поэтому предохранительным менять не надо. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok